Мои друзья украинские, я там выступал в качестве редактора, в качестве консультанта. И вот эта рукопись, вот, серьезная газета, журнал, вот, видите, вот, послала далеко. То есть, на Украине те же яйца, только в профиль. Такие же, как у нас журналы, такие же специалисты, видите, с уважением, Андрея Новикова. Послал, с уважением, и меня, Железова, и моего украинского друга, у которого лучше персиковый сад, в котором мои же клоны персика Хасанского. Вот. Видели? Я не буду переводить, а то себе только настроение спорю. Я знаю украинское, но переводить не буду. Выбушенные Митхалыты послать. Я перевожу, что в воды перевод, Митхалыты. Я перевожу, как послал. Посылаем вас далеко. Вот. И это при том, что в Сибирь мы обогнали Украину. Вы представляете? Вот. Вот это всё будем разговаривать. И разговаривать, но уже на других вебинарах. Уже на других вебинарах. Вот. Ну, я только так. Так как у меня ещё несколько минут есть. Вот посмотрите. Сюда. Это всё находится, находится, находится. Вот моя фотография. Видите? Абрикос Серафим. Другой питомник украл эту же фотографию. Она? Она. Правильно? Украл. Вот. А вот это вот. Баджурский абрикос. Вот. Видите? Так и написали. Баджурский. Это моя фотография. Тоже украдена. Вот. Только знаете, как делают? Сверху написали. Теперь они как бы... Когда простая фотография, она моя. А теперь она украдена. Баджурский. Сверху написали. Баджурский. Значит, украдена. Вот. А вот это, чтобы вы знали, в какой стране мы живём. И на этом захочем. Знаете, я не мог удержаться. Итак. Вот это вот. Доставка по всей России. Вот этот вот питомник. За стулья держитесь. Продает вот это. Перед вами на рисунке примерно трёх... Стрёхлетний больной баджурский абрикос. Не обманули. Вот. Дело в том, что вы ничего не видите. Ну, как бы сказать-то. Светлое листье, видите? Он болен. Ему дальше не жить. А его продают. Эта фотография используется как образец. Как лучшая фотография, если она ещё из этого сада. Вот так же, что где-то искали-искали. Написали где-то там в поисковике. Абрикос баджурский. И вот эту фотографию слупили. Они даже не понимают. Они не отличают абрикоса с тёмными листьями здорово. Вот этим, умирающим. А вы давайте почему? Цены видели, нет? Три пятьсот. Если он побольше, три-четыре метра. Пять-пятьсот. А если он четыре-пять метра. Двенадцать тысяч. Ну что? Вот. И, естественно, когда пишут баджурский абрикос. Он ещё и непривитый. И вот этот непривитый, который будет вот с такими плодами. Это мои. Мои баджурские абрикосы. Крупные. Взрослые. Включаясь патриарха. Окружены роскошнейшими королевскими. Там рядом растут. Банитоба, там обмор рядом растёт. Вот. Спросите, что не растёт. Всё растёт. И получилась такая грибучая смесь. И уже, по крайней мере, если вы у меня баджурский абрикос купите, под него, допустим. Или просто высели на баджурске у Сергея. И сотни. И купите. Даже не за 3 500, не за 5 500, не за 12 тысяч, а за 300 500 рублей. Да? Допустим, двухлетка. Ну, он уже будет почти такой же по росту. Вот. Вы же, по крайней мере, получите съедобные абрикосы, полукультурные, супермаркосы. А здесь-то, что вам, принципе, это? Это же больное дерево. Вот. И... И вот никто не привал, он же баджурец. Понимаете? Та же, как это. Его никто не садил, помните этот. Он же памятник, так и тут. И вот никто не привал, он же баджурец. Так и здесь. Вы возьмите. Ой, я хочу купить 5, 5, 5, этот самый. Четырёхметровый за 12 тысяч. А скажите мне, пожалуйста. Вот. Вот он адрес. Кстати, по-моему, московский. Код 475-926-6752. Позвоните. Спросите, на что привито. И вы ведь обязательно скажете, что он привитый. Хоть он баджурец. А на что можно привить? На сосну, на березу. Чтоб ещё более морозостойкая. Ну, в общем, договорил я. Итак, ребята. Заканчиваем разговор. Новый год прошёл? Прошёл. Я опять подарили мне полотенце. Мне их уже, ну, лет на 200 хватит. Если они не так быстро изнашиваются. Полотенце подарили. Так. Виски подарили. Тут я знаю. Вот. И виски не пробовал лет 30. Почему? Писали ещё в те годы подделка. Что виски подделили. Поэтому я... А тут подарили маленькую бутылочку. Что? Ну, и остальное такое же. Подарили то, что мне даром не надо. Я вам говорю, ребята. Вокруг вас дачники, садоводы. Подарите им то, что это. Впереди Рождество. Рождественские подарки. Это то же самое, как новогодние подарки. Тоже от души дарить надо. А это что, от души? Опять эти самые... Человек электробритва, а ему дарят эти самые... Флакончики с этим. Крем для бритья. Ну, что это такое? И это по всей стране. Лучшие подарки. Ой. Не то, чем угу-гу-гу-гу. Я потом вам расскажу про это. Заработок на страданиях деревьев. Вот. Как вы, Мария Визерская, готовьтесь земле. Утепляйтесь сами. Утепляйте дом. А за что же вы с зимой режете деревья? Ладно. Эта тема... Еще будем-будем. Не могу успокоиться. Итак, лучшие подарки. Книги. Тиски. Если у кого есть возможность смотреть. Семена, семечки, костики. Кто умеет поливать чередки. Вот. Еще все ли распродал Сергей Железов. Сын. Эти самые... Саженцы, я не знаю. Вот это то, что я перечислил. Это есть лучшие подарки. Вот. Книги, диски, чередки, косточки. Вот это и есть действительно подарки. Это от души. Представляете, такой роскошные книги какие. Оу. Книга, которую сейчас только я вам сейчас сказал, что... Ни кто-то еще бы посмотреть ту книгу, да. Никакого понятия. Флорист берется учить садовода калечить деревья. Вставляете. Вставляете? Вот она. Вот это самое современное. Это действительно такая энциклопедия. На каждой странице несколько тем. Четко, сжато совершил чудо-мой помощник. Он же редактор Павел Троценко. Умнейший мужик. Вот. Вот всю эту воду. Это как вот взять 10 вебинаров, 20. Еще вот такая книга бы родилась. Ну, если фотографию повторять. Вот. Ну, повторять по новому. То есть он мне всегда свежие фотографии брал. Оригиналы. И получились вот такие книги. Вот такая книга. Вот такая книга. И наука не знает о том, что я сделал два мировых открытия. Одно с латинком на пару. Не знает. Самое страшное, что никогда не узнает. Пока не получит команду сверху. Как их обойти? Где тут самые это самые? Пример министр страны. Вот. Бишустин. Который бы сказал. Вот. Хотите сады иметь? Вот. Сейчас я дам команду. И эти книги окажутся в каждой библиотеке. И не только в каждой библиотеке. Каждая институтская, университетская, академическая библиотеки. Потому что пока есть только вот такая книга в президентской библиотеке. Но он ее не читал. Вот. Ему некогда. Вот. Пожалуйста. Вот. На этом я, ребята, закончу этот разговор. Я надеюсь, вы не пожалели, что все это выслушали. Это фактически подведение итогов. Вот. О чем будем и на что надеяться в следующем году. Это на следующем вебинаре я еще скажу. Ребята, надо поднимать науку. Тему геопатогенных зон. Ведь еще год прошел. Еще тысячи мертвых, больных, тысячи сирот. Только из-за того, что этого никто не знает и не знать не хочет. Вот. Еще много-много таких тем. Вот. И то, что геи все равно нас победят. Потому что их будет все больше и больше. Если мы опять не вернемся к спартанскому воспитанию детей. И навсегда не откажемся от памперсов, от этих искусственных брюшин, от памперсов. Из-за чего дети, скажем, все слабее, как мужчины, слабее, слабее. А ведь это, и кроме прочего, еще и горе женщин. Полноценных, нормальных женщин. Потому что они, их организмы, начиная с рождения и до половозрелости, лучше приспособлены к современному. А мужчины нет. Вот. Вот это страшно. Впереди большая работа по этому. И не запретами можно отменить ЛГБТ. Геев и прочих трансвеститов. Не запретами. Это бесполезно. Они все равно победят. Возьмут количество. Памперсы страшная вещь. Подгузники страшная вещь. Тесные плавки. Сиденья, лежание, сиденья, лежание. Вот. Отсутствие закалки. Вот. Слабые мужчины рождают слабых детей. Больных детей рождают. Вот об этом надо думать, ребят. Об этом. Больных детей рождают слабые мужчины. А дальше горе, 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 горе. Женщины. Это им выхаживать у детей. Некоторые всю жизнь выхаживают. Потому что они больны изначально. Это воспитание в особых комфортных условиях. Это проклятие современного мира. Проклятие современного мира. Повторяю. Вот эти самые. Все, друзья. Я закончил этот разговор. Сейчас мы с вами будем перебираться в другое место. И остаёмся на 5 минут. Остаёмся на 5 минут. Господи, как это всё легко вырастет. Только отказаться от этих дебильных приёмов, советов. Всего-то. Если некогда было. Чем меньше работал саду, тем лучше результаты. Ну что же это такое, а? Где? В каком институте это могло родиться? Меня же тыкали носом. Олег Асильевич, это не ваше. Вы в институте взяли. А сейчас. Скажите, в каком институте я взял. Назовите. Это всё чудеса какие-то. Фотография присвоена западноукраевским этим. Железа у них саденин скупил. И вырастил. Не железа, это безымянная фотография. И вырастил вот эти вот апрекосы. А садимся у них в Ивано-Франковске окажется. Вот именно всё, что мы имеем. А своего мы ни хрена не имеем. Вот так вот. Даже с этой фотографией, с моей вот этой, как она называется, с моей линейкой, знаменитой уже, всё равно вороет фотография. Всё. Сейчас мы перебираемся. Это я случайно сюда зашёл. Её надо знаете куда. Её надо вот сюда. Её надо вот сюда. Так. Ну, начинали 40 человек, закончили 25. Там многие уже столько часов выдержать не могут раз. Там многие уже знают заради, о чём я буду говорить. Я подводил итоги. Итоги грустные. Вот. Никакой эйфории. Вот. Ну, чё. Людей не меньше, чем в прошлый раз. Давайте. Пустите меня на пять минут. Я чай подогрею. Да и это. Приду в себя. И я надеюсь, ещё пройдём разговор. О, всё, ребят. Вот ещё пишут. Давайте. И прощаемся. Поговорим. Поверя, не зря. Я это. Раз народу не меньше, значит. Поверя, правильно сделал, что первый января провёл беда. Так, я скоро. Продолжение следует...